Что вообще происходит на газовом рынке, потому что какие-то совершенно потрясающие цифры называют. В общем, готовиться, судя по всему, нужно к тому, что придется раскошелиться. Вот что известно. Ну, прежде всего, нужно сказать, что торговать газом можно двумя способами. И эти способы не технические, там труба или жиженый газ, а принципиальные по поставкам. Первый вариант – это вариант, когда мы заключили долговременный договор. То есть протянули трубу, и есть такой способ, созданный голландцами в начале 60-х годов. Это принцип «бери или плати». Take or pay. Принцип очень простой. Ведь построить трубу, месторождение, кажется, что очень легко построить месторождение. И потом жижа потекла или газ пошел. Ничего подобного. Тот же самый газ, его нужно обработать, высушить. В общем, куча возни всевозможной. Это деньги, большие деньги. И поэтому заключается договор. Допустим, вот я поставляю газ по трубам, ты его покупаешь. И мы договариваемся, что заключаем договор на сколько-то лет, в течение которых я гарантирую, что я буду поставлять определенный объем газа, а ты будешь его покупать. И даже если он тебе не нужен, этот газ, ты все равно будешь его покупать. Потому что, как говорится, мы так договорились. Я опять хочу напомнить, что все это началось в Голландии в 1959 году, где было открыто грандиозное месторождение газовое Грёнинген. До сих пор до конца еще не выкачанное. И вот именно так, поскольку были выложены большие деньги, именно тогда вот как раз голландцы придумали эту систему. А второе, что очень важно, они привязали цену газа к цене на нефть. И потом весь европейский рынок, по большому счету, копировал вот эту голландскую систему. Но, когда началась активная работа на шельфе Северного моря, то обнаружилось, что есть еще одна проблема. Может быть, добыта газа больше, чем его в данный момент нужно. Например, летом. Все решается технически. Закачиваем газ, вот как у нас Инчуканское газохранилище, таковых газохранилища в Европе достаточно. Закачиваем мы туда газ. Вот, например, я взял и закачал туда, допустим, миллион кубов. И там записываем, миллион кубов такой-то, такой-то закачал. Но, раз я закачал его туда, я должен начать платить за это хранилище. И через какое-то время, когда захочу кому-то продать эту тысячу кубов или миллион, миллиард, неважно, то, естественно, я должен буду заплатить владельцу вот этого самого хранилища. И получается интересная вещь, что если я купил этот газ, закачал, а зима возьми и не получилось холодной, а получилось теплой, то в таком случае мне нужно смотреть, либо мне продать этот газ как можно быстрее и отбить какие-то деньги назад, либо надеяться, а вдруг в феврале, что называется, морозы ударят, и тогда я буду, что называется, выигрывать, да, вот, либо проиграю. И вот эти вот торги, это так называемые спотовые торги, они очень интересны. По большому счету мы торгуем не реальным газом по счетчику, а торгуем как бы обязательством купить или продать такое, то или иное количество газа. Там есть, конечно, масса нюансов, об этом знают лучше и говорят, и пишут профессионалы, это целая профессия этим торговать. Но, в общем, картина вот именно такая. Надо сказать, что когда наступил кризис 2008-2009 года, сложилась ситуация, что спотовые вот эти короткие плечи продаж, да, они резко в цене падали, потому что не было активной промышленности, а контрактные цены газпромовские были высокие. И вот тогда начался процесс, который в Европе стали толкать газпром к тому, что, дескать, переходите на торговлю по спотовым ценам, по реальным биржевым ценам. Ну, поскольку они всегда тогда казалось, что они выгоднее, чем вот эти долгосрочные контрактные цены газпрома. Но это дело не только в Газпроме, и другие страны, поставщики газа, многие тоже считают, что нужно иметь долгосрочные заключения. Так вот, когда Путин говорил о том, что Европа пошла неправильным путем, он имел в виду именно вот это предложение, предположение, что, ребята, вы хотите перейти на спотовую торговлю, потому что вам сейчас это дешевле, чем долгосрочные поставки. Но рано или поздно может случиться так, что у вас не будет хватать газа. И вот тогда ваша спотовая цена станет гораздо выше, чем цена долгосрочных поставок. Вот тут очень интересный момент. Россия по долгосрочным поставкам сколько обещала, столько она поставляет. Но, как говорится, не кубометром больше. А как раз голландцы в феврале этого года заявили, что по ряду причин, в том числе из-за рукотворных землетрясений, они собираются в 2022 году, то есть вот меньше, чем через полгода, закрыть основную добычу газа с месторождения Грёнинген. То есть получается, что произошел то, что называют метеорологи «идеальный шторм». Вдруг все узнали, что голландцы закрывают свое газовое месторождение. А там не одна скважина подает, там 300 скважин работают. Второе – это то, что оказалось, что зима, по прогнозам, мы как-то так прошли мимо, а прогнозы-то были, что зима может быть холодной, такая же, как в прошлом году. Третье – ну, в минувший год была какая-то форменная истерика с разговорами о том, что нам больше не нужен даже газ, не нужен уголь, потому что мы все будем получать ветряками. А сейчас смотрите, какая интересная картина. Этим летом очень мало было, там, где нужно, очень мало было дождей. Из-за этого водохранилища до конца водой не заполнены и реки маловодные. Ветерка почему-то нет. Вот как-то так вот стоят, вяло колышутся ветряки, нужного количества электричества не дают. А вместе с тем пасмурная погода очень часто, поэтому и солнечные батареи как-то не очень, а ночью так вообще ничего, но это все понятно. В результате одно совпало с другим, тем более непонятная история с северным потоком. Пошли разговоры о том, что оказывается тут еще и Путин. Ну что Путин? Путин выступает в интересах торговли, если вспомнить, как вот его знаменитая «Боливар не выдержит двоих». Кстати, о ценах. Это было еще где-то 16 лет тому назад. Все совершенно понятно такой. Это Россия страна развивающегося капитализма. Европа-то это уже прошла, а Россия сейчас в самом какрос периоде. Так что ж не подножиться? Другое дело, что когда говорят, что после слов Путина цены котировки с 1900 долларов за 1000 кубов упали до 1215, так это тоже немножко лукавство. Падать-то они начали до выступления Путина. Где-то за два часа. То есть они уже падали, когда он начал говорить о том, что нужно убедить... То есть получается, Котя, извини, что перебью, получается, что это не от того, что Путин сказал, все вроде как плюс-минус стабилизировалось. Просто так совпало. Тут можно сказать, что да, да. Это, конечно, укрепило вот эту позицию, что да, действительно, вполне возможно, была какая-то инсайдерская информация о том, что вот выступит Путин, и он скажет, что они увеличат перекачку, имеется в виду Газпром, и через территорию Украины, и что будут больше качать газа, ну не слишком больше, но чтобы вот помочь заполнить газохранилище. То есть положительное такое. Такое же бывает. Утечки всегда, как присутствуют. Но формально этого не было. Сначала начали падать цены, а потом Путин это сказал. Но ведь дело все в том, что была еще одна новость о том, что первую нитку Северного потока-2 уже начали заполнять газом. А это дело, кстати, очень интересное. Это ж не мгновенно там открыли кран, и тут же газ пошел на другом конце. Газу, чтобы дойти от российского побережья до Германии, 12 дней надо. Условно говоря, условной молекуле, да. По этой причине вес открыли, то значит можно сказать, что в ноябре, если все будет хорошо, то и в декабре еще будет газа больше. Еще какая-то информация пришла. Поэтому ситуация довольно-таки забавная. Но опять-таки это биржевая спекуляция. Это именно биржевая спекуляция. И кто-то может очень хорошо поднажиться на всех этих скачках. Вброс... Костя, такой прикладной момент. Мы, жители Латвии, России, Евросоюза, мы больше будем платить за газ? То есть, насколько больше, если да? А весь вопрос заключается, у нашей страны долговременный договор о поставке газа? Или мы все-таки по спотовым ценам получаем? Если долговременный, то по сути дела по газу ничего не изменится. Но если, условно говоря, для какой-то территории, кто нас снабжает газом, покупает газ по спотовым ценам, то, конечно, тогда для этих потребителей все начнет скакать. И довольно значительно. Тут уже нужно спрашивать специалистов именно по торговле. Кто как покупает. У нас ведь кризис в Анчукамском газохранилище, потому что была как раз встреча специалистов с депутатами латвийского Сейма, в котором говорили, что активно изымают газ владельцы и остается только стратегический запас государства. Потому что, собственно, то, о чем ты и говорил, а вдруг зима нет, и, в общем, придется платить за хранилище, а это дорого, и мы не хотим. Вот в том-то и дело. И, конечно, очень хорошо играть на бирже, когда у вас газа много, и вы тут очень выгодно тут прикупили, там продали. А может быть такая ситуация, как сложилась сейчас. И те, кто писали, например, в свое время, что, например, Турция переконтрактовала себя и взяла газа себе побольше, чем ей самой надо. Так а зачем она переконтрактовала? А для того, чтобы продать его дальше. То есть, по сути дела-то, тут можно газ, что называется, подсосать, потом его перепродать, передать. В большой степени, да, это большая игра. И я прошу прощения, но Газпром для Европы это поставщик, но это не благотворительная организация, Газпром, которая должна нас снабжать нужным количеством газа. Сколько заплатили, столько получили. И что-то еще очень важный момент. Газа, может быть, бы и больше было, но дело все в том, что Азия платит за газ еще больше, чем Европа. И поэтому американские газовозы идут не в Европу, а идут в Азию, потому что там можно подножиться гораздо лучше. Собственно говоря, будем говорить откровенно, торговля газом, нефтью, углем это шикарнейший бизнес. На этом миллионы семей поднялись. И тот, кто надеялся, с моей точки зрения, на то, что мы сейчас понаставим ветрогенераторов, перестанем использовать уголь тот же самый. Поверили в эту сказку. Они вот сейчас, конечно, и нервничают. И ищут, кто бы там виноват. Но мне кажется, причина-то в том, что нужно понимать было, переключать вот эту огромную машину, которая полторы сотни лет идет на вот этих вот полезных ископаемых, за один, два, три, пять, десять лет практически немыслимо. И вот сейчас, я думаю, произойдет очень интересный момент. Это может привести к определенному отрезвлению. Потому что зеленые, так сторонники зеленого пути, говорят, нам нужно больше ветряков, больше солнечных батарей, и тогда нам не нужен газ. Но дело-то ведь не в газе. Надо вспомнить, что ведь у «Газпрома» была авария на заводе, который готовил газ. Это одна еще из причин, которая заставила нервничать трейдеров. Ведь писали, что там совсем ужас-ужас, что вообще больше газа не будет. Газ есть, но в какой-то момент времени его стало меньше. Потом, если предсказание о том, что очень будет холодная зима, то Россия закачивает газ в свои хранилища. Для себя. Это очень важный момент. А закачивать она будет до ноября месяца. И вполне возможно, что после этого весь газ как раз и хлынет в Европу. И вот тогда интересный вопрос будет. «Не получится ли избыток?» Опять же, голландцы сейчас за голову схватились. Может быть, погорячились они с закрытием Грёнингена? Может, стоит открыть опять все и получать большие прибыли на том газе, который у них есть. У них есть газ? Да и те самые норвежцы тоже явно не дураки на этом заработать. Алжир, который снабжает юг Европы. Господа, на самом деле это большая игра. Не один «Газпром». Ведь «Газпром» не монополист по столу газа в Европу. Это большая игра, азартная игра. Тот, кто хоть как немножко в это вошел, он уже не может из этого выйти. Это все равно, что как рулетка какая-то. Знаете, Blackjack. И это большие деньги. Да, ну что ж, Константин Рангс, напомню, что каждую среду на канале «Играмл ГРМ» граммология с Константином Рангсом. Спасибо, Костя, что вышел в наш прямой эфир и объяснил, что, собственно, происходит на газовом. Всего вам доброго.